друзья всем огромный привет всем привет вы на канале живи в радости мое имя владимир это моя жена нелли и сегодня мы с ней будем готовить блюдо под названием шакшука с колбасками в сковороде на костре это блюдо израильская что в переводе означает блюдо из яиц жареных соусе из помидор из помидор до из помидор давайте посмотрим наши ингредиенты из чего состоит наша шакшука так как там присутствует яйца у нас 10 яиц но будем смотреть сколько поместится может быть больше может быть меньше на пока 10 смотрим по сковороде по вашей тоже смотреть наши колбаски свина куриные они тут у нас где-то примерно кило 800 может быть полтора килограмма тоже будем смотреть сколько поместится уже два мужа кило помидор у нас тут это полтора килограмма 2 луковицы 3 перца болгарских красивых у нас красный желтый зеленый 4 зубчика чесночка показывать чесночок а даже не видно . зелень у нас петрушка укроп и специи у нас сахар обязательно потому что помидоры будет если кислить до будем сахарить соль у нас паприка zero zero смесь перцев черного это всех у белый черный красный и подсолнечное масло начинаем готовить сначала мы все будем нарезать я буду заниматься колбасками сейчас их порядок приведу тут почищу стрелочке все сложу а вова будет резать лучок лучок нужно будет все будем резать кубиками мелко до мелко режем кубиками начинаем а вова сразу лучок вовы лучу глаза потекут до женщинам это готовим тоже первый раз это блюдо но думаю тут его испортить невозможно будет даже ой я не знаю там соус такой вкусно невкусно будем пробовать вместе с вами будем говорить маруська у нас как раз а у нас марусь а там шанс колбаски прибежала девочка лучок нарезаем меленько кубиками но можно не кубиками просто мел так колбасками я разделалась теперь я начинаю резать перец муж нарезает еще лучок скажи еще и бухти при этом все режем кубиками миленько у нас сегодня ветрено но готовить хорошо жарко ночью даже прохладно было наш окошко прикрыл нарезаем перчик купили сегодня разноцветные красивые да просто у нас магазинчики овощной да там классно такой конечно цены по дорогам зато хочешь такой такого цвета хочешь такого так нарезали мы с вами перчик болгарским вот вы будет заниматься чесноком ты его любимое дело я чтобы это сделать помидоры я три помидора сейчас потру на терке это будет у нас соус и на эти помидоры порежу кубиками соус можно было с вами будет добавлять все часть чеснок всех специи делать соус чесночок придавливаем и режем меленько 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 нарезаем мелко раз потому что он в соусе будет опять все мелко я не люблю мелко крупно съел и почувствовал так мы натерли томат вот сейчас нам натёрли чесночок порезали меленько помидорчики порезать три штучки тоже меленько режем квадратик квадратиками это как что-то покажу тебе жопки вырезаем обязательно у меня бабушка в деревне никогда не вырезала ну она и не такой уж повар кто не хочет париться с помидорами но как бы может все на терку принципе не обязательно а еще чем этот соус отличается он должен быть острым тут обязательно должен присутствовать но кто любит острое это вот прям ваше блюдо обязательно перец чили не обязательно чили просто острый перец он тоже нарезается мелко вот и все это кладется автомат так как я не ем острое да мы не добавляем в переводе что это там острое блюдо немножко отходим от рецепта классического он вообще открытия классического отошли потому что колбасу добавляем колбаски она без ничего готовится но мы приготовим как-нибудь на том чисто яйца и вот этот соус такой быстрый завтрак делаем наш соус что мы добавляем соль сахар сахар прям послаще чесночок и перчика немножко перчика можно побольше перемешиваем и пробуем на перемешиваем и пробуем на соль на сахар что что кому не хватает добавляйте такая получила знаете что аджика такая которая свежая зелень добавить зелень до кинзу добавится до зелени перчик болгарский разжигаем огонь со словами разжигаем огонь разжигаем огонь ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал обязательно так как много уважаемого казана нету сегодня ставим что уважаемую сковородочку много уважаемую сковородочку ставим вчера и прилип порядок огонь на максимум немножко как немножко дадим ей нагреться просто у кого толстые сковородки у нас не сильно нормально диаметр где-то на 40 все пусть чуть-чуть нагреется наливаем подсолнечное масло ну миллилитров сколько 100 до 150 дадим ему тоже нагреться так наша масочка подогрелась начинаем обжаривать колбаски выкладываем аккуратно масло брызгает так обжариваем наши колбаски хорошо со всех сторон поджали ставите это уже поджаривать немного можно перевернуть так друзья переворачиваем по по низу всех бочков у нас были под жаристой видите чуть-чуть если вот но ничего страшного все поджаривать выкладываете красивый кто нет переворачиваем то есть дальше жарить ребят не дожаривать у нас и колбаски да уже видите чуть-чуть красивая красивая да как на колбаске даже не начнем готовить наши шапшуки колбаски достали обжариваем лук следом идет лук у нас чуть-чуть маточка освежили добавили свеженько перемешиваем обжариваем лук обжарился кладем перец болгарский обжариваем все там по минутке да не по многу перемешиваем выкладываем наши помидоры перчик у нас поджарился обжариваем тоже минутка две сачок пустят на этом этапе как мой муж любит говорить добавляем наше зиру паприку берем так на ручку зиры растираем и посыпаем паприку добавили должно цвет поменять будет красивенький все перемешиваем сейчас помидорчиками минутки три-четыре потушится будем добавлять наш соус потушились наши помидоры выливаем наш соус муж перевоживает чтобы жидкости мало дать это мне как красиво сейчас тоже минут 5 обжаривается перемешиваем все это обжаривать на жидкости уже нормальных минут 5 жарим 1 соль еще попробуем с вами обязательно ребят нужно порезать колбаски вот аккуратненько режем аккуратненько да что мы будем их укладывать сейчас вам готова наша подлива до готова подлива снова будет красиво выкладывать колбаски чем мы делаем берем по краям раз аккуратненько выкладываем могу немножко мужа по моей так порежем зелень меленько посыпать будем чтобы наши яички не развалились сейчас мы будем убивать такую мисочку подожди мисочку для чего в мисочку для того чтобы она целенькая было и выливать будем в луночку его сейчас вова сделает луночку я буду выливать делаем луночку выливаем яички должны быть целенькие и жарим берем теперь вот так на яички на каждый раз по чуть-чуть подсаливаем что-то у нас потонула жена каждое яичко посолили так на все мы надеемся что готовы наши яйца последний штришок на зелень на колбаске и снимаем вот такая шакшука наша получилась правда у нас желтки по потонули сейчас скорее всего вот вообще берется берется и вот так вот макается хлеб вот сейчас я покажу как это делается вот какие я говорил друзья берем так хлебушком вот так на хлебушек раз жена зелень вот так она подается но и подается также в сковороде и так раз он на жена я сама попробую жена хочешь сама попробовать не доверяйте меня еще обляпаешься вкусно но на жидкости немного до получилось переборщили с маслом подсолнечным следующий раз будем меньше пластик а так все хорошо колбаски просто очень вкусно единственно да на было масло отобрать свежего но мы уже быстро-быстро есть хочется чуть-чуть отобрать и свежего обязательно долить надо после колбаса вообще быстро просто вкусно и не заморочено сковородка горячая показал посмотрите какая красота желательно приятного аппетита да друзья пожелайте нам приятного аппетита готовьте с нами готовьте на сковородках теперь в казани тоже готовьте ну или за не получится готовьте с нами готовьте сковородки на костре дома на печке что пожелать сказать как всегда всем мира добра вот вкусного обеда всем доставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал вступайте наши сообщества в контакте всем огромное спасибо всем до свидания мира добра пока 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 ручка и ручка не забыла казани ты хоть привык что казан ну так ну да ну соусе из помидор тоже коль давай не будем сначала обозначает жареные яйца томатном соусе всем огромное спасибо всем до свидания мира добра пока 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 ручка и ручка не забыл